аллилуйя спасибо тебе отец небесный что ты на сегодня собрал на этой площадке для познания тебя для активирования господь тех дорог которые ты вкладываешь и вложил в каждого из нас и ты назидаешь нас и ты ведешь духом своим в любви и милости господь а благодарю тебя за дождь благодати и дождь изобилия и духовного и физического которые ты прям сейчас изливаешь на эту площадку благодарю тебя отец небесный за сына твоего иисуса христа благодарю что каждый и каждая в твоем сердце и в твоих руках и ты господь прямо сейчас поставляешь ангелов господь которые стоят вокруг нас и защищают нас потому что мы находимся в твоем классе в твоем классе господь аллилуйя благодарю тебя аллилуйя слава тебе и веди духом своим господь нас сегодняшнем дне аминь аминь давайте скажем аминь я бы еще знаете что сделала сейчас прежде чем мы дальше двинемся есть атмосфера духовная атмосфера мы говорили что мы будем с вами обучаться упражнять духовные чувства и упражнять духовные дары духовное чувство это очень важное переживание потому что идет обновление нашего ума и чувствование это один из аспектов который тоже должен быть обновлен под дух и я сейчас прошу елена викторова лена кстати вы вдвоем или ты одна я сегодня 1 андрей приедет потом скажи пожалуйста что ты переживаешь на данный момент вот сейчас именно сейчас у меня вчера была такая неприятная ситуация личного характера и сейчас конечно меня стал отпускать и вот такое вот как тепло вот как вот мягкое мягкое одеяло стало на меня спускаться вот такая вот теплота и вот ну как как домашняя такая как объяснить спасибо я не зря об этом спросила и я почувствовала это что мы в разном состоянии сюда приходим и это состояние порой вот как в случае с леной прийти на площадку где ты принят для восстановления для восстановления а мы говорим о восстановлении о восстановлении даров восстановление духовных наших чувствований и само слово восстановление реанимировать да реанимировать то что было утрачено и не только даров почему эта площадка и почему в самом начале важно это сказать Не только даров, мы не только восстановители, механические восстановители даров. И мы рассказываем людям, как это сделать, как это сделать по вере, но и всех функций. И всех функций церкви, всех функций тела Христа. Чтобы была восстановлена способность и понимание исцеления, возвращение отступников, те, которые ушли от Бога по разным причинам и приткнулись, возвращение наших детей в тело Христа, возвращение понимания, как Бог дает процветание и обеспечение. Это функции, которыми церковь, она обладает, но это где-то было и утрачено. Мы говорили о том, где то, что имели хотя бы даже первые апостолы. И мы понимаем, что дело не в Боге. И сейчас, когда мы говорим о восстановлении на основании того, что были разные периоды, разные сезоны, я напоминаю то, о чем мы говорили ранее. Мы говорили, что истина о спасении, она для нас сейчас естественна и не вызывает особых преткновений и непонимания, когда человека спрашивают, человека завета уже, который устами исповедовал и сердцем веровал, спасен ли он. Да, спасен. Потому что эта истина в церкви практиковалась, утверждалась с XVI века, с начала XVI века, столько веков, благодаря тому, что Мартин Лютер исследовал это местописание в Римлянах и в Ефесянам. Я их напомню еще раз, вы хорошо их знаете, это очень известные места, Римлянам 1.17. Вот именно эти места Бог дал ему откровение о том, что праведней, праведной верой уже будет, ибо благодатью вы спасены, это уже Ефесянам, через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот эти две истины, они стали основанием восстановления протестантского движения, возникает протестантизм. Вечная жизнь – это дар. Мартин Лютер именно это утверждал, и мы не можем, не должны его зарабатывать. Заработать не можем. До того времени, до того времени, в период веков тьмы, церковь, она занималась мертвой работой, она занималась традициями, а не библейской практикой. Смотрите, государство – это мирская система. А князь этого мира кто? Сатана. И на тот момент церковь, как Божий инструмент, она не была отделена от государства. Это очень важно понимать. Государство, которое находилось под влиянием сатаны, под влиянием нечистого мира, имеет доступ к церкви. Вот откуда мертвая работа, вот откуда традиции, а не библейская практика. Вот именно практика. И заметьте, кстати, когда мы говорим об обновлении ума, тестируйте сами себя. Те вещи, в которых мы утверждены. Как мы эти знания свои и сведения, которые внутри нас уже считаются истиной, как мы их с вами демонстрируем? Если люди собираются, люди Божьи, давно в Боге, и начинают говорить о вещах, которые не совпадают, не начинаем ли мы спорить, не начинаем ли мы жестко отстаивать свою позицию? Если начинается вот такой же скач, это уже говорит о твердынях в разуме, которые нужно обновлять. Потому что Господь ведет сражение через любовь. В первую очередь, любовь Христа, она побуждает человека, особенно когда ты и я, мы брат и сестра во Христе, понимать это, что я ребенок Божий и ты ребенок Божий. И если я, допустим, возьму себя, утверждаю свою правоту жестко через спор, предполагаешь ли ты и я, что мы можем быть неправы? Откуда это понимание, что истина во мне, она абсолютная? Вот это формирует твердынь. И когда человек, будучи учительным, находясь в служении даже, начинает вот таким вот образом говорить об истинах Божьих, это уже говорит, что у него уже проблема есть. Мирна. Любовь Божья, она мирна. Да. Возвращаемся к протестантскому движению. Мы все-таки пройдем эти вещи, когда идет восстановление, восстановление основных Божьих постулатов, основных Божьих приобретений для каждого из нас. А спасение – это великий дар. И мы уже видели, что сие не отдел Божий дар, чтобы никто не хвалился. Благодаря протестантскому движению, вот этот дар был, восстановлен, принимаемый как? По вере. Принимаемый, опять же, по вере. Оправдание по вере, а не из-за дела. Вот это откровение на двух местах Писания, Римлянам 1, 17 и Ефесянам 2, с 8 по 9 стих, произвело веру в сердце для последовавшего новорожденного явления, которое стало семенем протестантского движения. И знаете, вот в этот момент тоже одно дело наши отношения внутри равных, внутри равных, ты и я, брат и сестра во Христе. И мы сейчас говорим, не служите друг другу и забудьте пока немножко про то, что вы служители, те, кто служители. Мы здесь, на этой площадке, ученики. И в глазах Бога у Него тоже нет лицеприятия, мы тоже с Нем равны. Но каждый из нас понимает, что разный возраст, разное движение в Боге, разное делегирование в Боге. Все по-разному. И именно в этом состоянии для каждого духовного человека есть свой крючок, который нужно обнаружить. Потому что мы здесь ради себя, чтобы что-то понять. Мы имеем Духа Святого, который пришел внутрь нас ради нас самих в первую очередь, чтобы обучить нас и двинуть дальше. И мы также понимаем, что обновление ума, наше вместилище, оно не нами создано было. Мы откликнулись на призыв Божий. Но есть труд множества поколений верующих, которые восстанавливали главные истины. И спасение, вот потому оно так легко нами и взято, что это все насаждалось в церкви, утверждалось в церкви очень долго. Но, тем не менее, в период, когда церковь занималась мертвой работой, а и сейчас где-то мы отчасти занимаемся мертвой работой, двигаясь в том, в чем научено, и в этом мало жизни люди не видят, чудес и знамений, которые будут сопровождать, не видят чудес исцеления, не видят воскрешения из мертвых. И понятно, что дело не в Боге. Значит, разбираемся с обновлением ума, разбираемся со своим мировоззрением. Одно из формулировок твердыня – это мировоззрение. То, в чем мы утвердились, то, на чем мы настаиваем, то, что мы считаем правильным. И если не работает то, о чем я говорила выше, надо разбираться и позволить Богу эти твердыни упразднить. Иногда, когда мы начинаем сотрудничать с Богом, там не просто твердыни, там твердынище, человек устраивает все на сегодняшний день, в чем он находится. Ему не надо уже ни чудес, ему не надо уже ни знамений, ему ничего не надо. То, в чем он находится, это истина априори, и человек готов на Голгофу идти ради этого. Там споры, вы бы видели такие споры среди христиан. Я думаю, вы бы видели. Это очень агрессивное такое поведение. И я не думаю, что вы не понимаете, что это не Божий путь. Так вот, протестантское движение, за ним через 400 лет приходит пятидесятническое, а потом уже и харизматическое движение. К тому времени многие люди уже говорили на языках, один из даров до 1900-х годов, до рубежа 19-20 веков, люди говорили на иных языках, но это не было общей практикой. Это не было практикой мировой церкви, это не было восстановленным даром. Несмотря на то, что иногда языки проявлялись, никто не имел откровения или понимания этого проявления. Они не были обучены желать и верить в них, получать их, подобно как они были обучены желать и верить в дар вечной жизни и спасения. Они были обучены. До нас люди, которые вошли в труд других, о восстановлении дара спасения, они желали этого, люди желали быть спасенными, но не были обучены желать практике говорения на иных языках. Это откровение пришло позже. Оно пришло позже. В 1900-х годах Чарльз Пархом, мы о нем поговорим. Это один из генералов веры. Мы о нем поговорим немножко, потому что родоначальники движения, как мы говорили о Яне Гусе, как мы говорили о Мартине Лютере, сейчас мы говорим о Чарльзе Пархоме, вот это вот движение пятидесятническое, харизматическое. Имена эти и их жизнь есть смысл знать. Это важные, ключевые люди. Мы говорили для того, чтобы что-то произвести, изменить перемены, произвести какие-то перемены, что-то сделать на земле. Господь всегда нуждался в человеке. Он ищет человека, которому нужно стать инструментом исполнения его воли. Что сделал Пархом? Я даже скажу и харизматическое движение. Давайте мы сегодня коротко посмотрим. Пятидесятническое харизматическое движение. Они обнаружили, что подтверждается говорение на иных языках. Подтверждается. Писание относительно принятия крещения Святым Духом говорит. Они исследовали это место и обнаружили, что это подтверждается возложением рук. Студенты начали желать. Они получили как бы крещение Духом Святым с даром говорения на иных языках. Это стало известно как Пятидесятническое движение. Но нужно было получить для них в тот момент, именно вот в эти годы, откровение на основании книги Деяний, Святого Духа через апостолов. Я все время сейчас так говорю. И что же за откровение они получили? Что исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Вот люди уже имели в руках книгу, книги Нового Завета. Дух давал уже им провещевать, но откровения на этот счет не было. И в тридцать восьмом стихе во втором, во второй главе Деяний Святых Апостолов еще говорится о том, что Петр сказал ученикам покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И речь шла как раз о говорении на иных языках. И люди стали получать этот дар по вере. Харизматическое движение утвердило это проявление дара Святого Духа. Оно шло следом, плавно перетекло в него. И очень многие остановились на харизме на этом. О том, что говорение на иных языках, это вот когда все стали говорить, получать, получать легко, в любое время Святым Духом активировалось и высвобождалось дар говорения на иных языках в любое время, на любом месте, когда они хотят. Не так, как это было в Пятидесятническом движении, они ожидали, когда Дух Святой проявит инициативу. В харизматическом движении люди поняли и получили откровение, что активация и высвобождение дара говорения иных языков происходит по вере в любое время, когда они сами хотят. И было уже основано на откровении первого послания Коринфянам 14 глава и 14 стих. Мы, наверное, тоже его сейчас прочитаем, чтобы тоже понимать, что в основании любых сезонов легла Божья истина. 14.14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, ума остается без плода. И вслед за этим последовало, что говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования. И вот это да. Казалось бы, логично, да? Мы говорим на ином языке. Дух Святой через нас говорит, но откровение о получении дара истолкования харизматическое движение не получило. Странно, казалось бы. На одно получено, на другое нет. Хотя странности нет никакой. Когда открывается слово, открывается какая-то истина одна, и она должна утвердиться. И вот последующие периоды, в котором мы будем находиться долго, мы будем говорить о Бирли Хамоне, мы будем практиковать пророческое движение, пророческое движение, апостольское движение. И вот это истина о том, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовалось. То, что сламывает наши твердыни, которые очень сильно были замусорены в наших умах через то, что опасайтесь лжепророков. Никто не говорит опасайтесь лжепасторов. Масса пасторов, которые говорят вещи, которые просто ломают людей, которые держат их в страхе. Которые держат их в порабощении. И никто не говорит о лже пастора. Никто не говорит о лже Евангелии. Хотя Евангелие, что покайтесь, иначе в ад пойдешь, это не то Евангелие. Бог привлекал каждого из нас любовью. А вот это вот страхом спасайте, это исключительный вариант. Но, тем не менее, идет такое Евангелие. Не покаешься, в ад пойдешь. Пойдешь. И никто не говорит о лжеевангелистах. Но почему-то о лжеапостолах очень много, и особенно в период восстановления. Когда это уже в теле Христа стало актуальным, движение началось, стали говорить о том, что придут волки серые, придут учителя, которых опасайтесь, опасайтесь лжепророков. И люди сказали, я лучше этот дар вообще брать не буду, чтобы, не дай Бог, не оказаться тем лжепророком и тем волком в овечьей шкуре, который закрался в тело церкви, а вдруг это я. Страх. Опять пришел страх. Этот дар в церковь, он пришел достаточно поздно. Пророческий дар, как восстановление пророческого служения, оно пришло в церковь. Поздновато, но мы об этом поговорим. Это следующее, за харизматическим движением, это следующий дар, который был восстановлен, и апостольское движение, апостольско-пророческое движение, апостольская культура, о которой мы частично с вами поговорили. Мы о ней тоже поговорим, еще более предметно, чтобы понимать еще и еще для себя, в каком сезоне мы находимся и что Господь сейчас восстанавливает в каждом из нас. Давайте скажем аминь, в каждом из нас. Аминь, в каждом из нас. В каждом из нас. Аминь, в каждом из нас. Чтобы мы из нас. Аминь. Чтобы мы из нас. Аминь. Нам это очень важно понять. Есть такое место, которое говорит, что мы не себя проповедуем. Да, мы не себя проповедуем. Мы проповедуем Иисуса, распятого, воскресшего, и в нем открывается всякая истина. Именно Он освобождает нас от разного рода тверды. Именно Он обновляет Слово Божье, в Его полноте. И приходит полнота того, что позволяет нам понимать, что я, как человек Божий, позволил Духу Святому умолить даже себя самого. И мое понимание, как это должно быть. Уже говорили, что не узнали Христа, знатоки Писания, не узнали Христа, Харисеи, Судукеи, все те, кто этому жизни посвящал. И обновлять ум человека, который утвердился в истинах, и который в Боге находится давно, это тоже очень сложная вещь, если сам человек не готов под это обновление. И в этом сезоне можно пропустить массу Божьих периодов и Божьих сезонов по состоянию религиозному, именно религиозному состоянию, когда новое не проходит. Баптисты неохотно приняли Пятидесятников и до сих пор мы это знаем. Пятидесятничество очень настороженно восприняло харизму, харизматическое движение. Очень настороженно. Харизматическое движение осторожно в приглядочку к пророческому движению. Ну и апостольско-пророческое движение это не конечная стадия Божьего движения в церкви, будет еще движение всех святых. И это предупреждение нам, чтобы мы тоже не стали гонителями того нового, что следует за нами. Движение всех святых, то, что мы с вами наработали годами, десятилетиями, то, что мы с вами за что платили цену, и что было действительно истинно определенный сезон, это все тоже подлежит изменению, расширению, обновлению, реформации, чтобы движение святых, оно лаконично последовало за апостольско-пророческим движением, когда все пятигранное служение в церкви, как совет директоров церкви, оно будет восстановлено и функционировать полноценно, когда пастор, учитель, пророк, апостол, евангелист, они встанут в равных позиций, каждый на своем месте, для того, чтобы каждого святого формировать, созидать на дело служения, чтобы мы все стали не слушателями, а делателями. Вот куда нас ведет Господь, и сейчас немного, хотя время у нас уже практиковать, но я пробегусь вот буквально тезисно по радоначальнику пятидесятнического движения генерал Веры Чарльз Пархом Тупика, штат Канзас, город Тупика, штат Канзас, вот эта личность возникает против, после пробуждения в Уэльсе, в Уэльсе, он родился в 1873 году в Айове, почему я о нем, почему я именно его взяла, потому что он был очень больной, он был очень больной, и на тот момент служения и исцеления еще не было откровением в церкви, как его брать, понимали, что это истина Божья, понимали, что ранами Иисуса, но как это делать, еще никто не знал, и вот больной, очень больной человек, родился больной мальчик, 9 лет, пережил лихорадку, он несколько месяцев не вставал с кровати, воспалительный артрит, страшнейшее заболевание, спустя некоторое время он так заболел и похудел, что вообще руки не мог держать, он без рентгена светился насквозь, таким худым, хрупким он был, затем на фоне ослабленного организма кишечник у него, в кишечнике размножаются ленточные черви, и у него из-за этого возникает проблема с интоксикацией, с пищеварением, лекарства ухудшают его состояние, и это затормозило его психическое даже развитие, затем он очень сильно простудился, и так вот все детство, вот такой вот болезненный человек, хотя он с детства верил и знал уже внутри себя, что Бог призвал его служить проповедником, меня, конечно, очень немножко удивляет, что многие проповедники проходят такое вот серьезное физическое страдание, с Паховым это тоже происходило, в то время люди не знали, как с этим бороться, и как этому противостоять, как противостоять дьяволу в сфере исцеления, вот просто люди просили Бога, хотя это исцеление дано, да, что просить о том, что уже дано, и это тоже вопрос, на который мы будем отвечать. В 85-м году, в 1885 году, он становится рано сиротой, у него умирает мать, ему 13 лет, отец женится, и в 14 лет Господь через вот эти обстоятельства, его очень сильно приближает, он становится увещателем в церкви, уже это низший ранг служителя, в 14 лет. В 15 лет он уже проводит свое первое собрание, он очень рано начал проповедовать, в 16 лет он поступает в колледж, его отправляют учиться, в это время он отступает от служения Богу и снова заболевает, только отступил, снова заболевает, и когда он уже был на смертном Андрея, он покаялся, просветил свою жизнь Господу, и это очень ранний возраст, он очень быстро, кстати, поправился, и в 21 год, 21 год, молодой человек, он служитель Евангелия, но так как мы говорим о служении исцеления, которое трудно было взять в тот момент, он основывает в Чикаго дом для исцеления, Пархам основывает вот такое вот служение, дом для исцеления, и там все было очень радикально, кстати, в Вифиле, в Канзасе больные не должны были принимать лекарства вообще, доверять только Богу, только Богу, вот такая была здравница, дом для исцеления, и люди получали исцеление, этот дом, в последующем он ему был отдан даром, и что потом происходит, первая библейская школа развилась на фоне вот этого пятидесятнического движения, когда люди стали говорить на ином языке и активировать его, культивировать его, вот это вот откровение о говорении на иных языках, когда стали возлагать руки, это как бы, ну, случайно бывает не случайно, мы не возложили руки на одну участницу, и она заговорила на иных языках, и тогда появилось впервые вот такое словосочетание миссионерский язык, не только вот этот вот язык, которым говорит Дух Святой Господу через нас, но язык китайский, язык земли, язык японский, четко говоря о призвании человека в миссионерской работе для этого именно региона. Если миссионерский язык прозвучал через человека, ему было понятно, что Бог призывает его там, допустим, ну вот я говорю про китайский, в Китае, если он заговорил на китайском языке. Вот появилось такое название, оно сейчас немножко утеряно, миссионерский язык. Вот такая вот судьба у Пархама, вот то, что сделано им было в Чикаго, дом исцеления, из-за того, что он очень долго болел, к небольшой лжи, кстати, в церкви привело, что если ты хочешь служить человеку полноценно, ты должен через это пройти, чтобы служить исцелением, ты должен быть сам, ты должен переболеть. Ну и, соответственно, хочешь полноценно служить наркоманам, то обычно это лучше всего делают выходцы из наркомании и так далее, и так далее. Но мы видим, что есть другой путь, не обязательно через проблемы этого мира приходить к служению. Иисус, он не согрешил, он знал о грехе, но он не согрешил ни в чем. Есть еще мудрость Божья, которая позволяет человеку служить в том призвании, через которое он не проходил людям. Это не значит, что чтобы служить проституткам, надо быть и не продолжая, да? Есть мудрость Божья, которая научит нас всему. Поэтому вот такой вот удивительный человек, я, почитайте, очень любопытно смотреть, о нем подробно рассказывает, особенно когда он болел лихорадкой, когда у него были вот эти ленточные черви, все его мучения и незнание верующих людей вокруг, что можно просто запретить, что можно поверить, что можно возложить руки, что уже знаем мы, но тоже не всегда имеем как результат. И есть люди, которые утверждают, что есть болезни, которые Богом, но они лечатся, а люди его не лечат. Бог-то может, но, наверное, он, я не знаю, не хочет, люди так говорят, что если до сих пор я, что же я не верующий человек, конечно, я верующий. Такие утверждения я слышала об онкологии, что онкология не лечится, такие утверждения я слышала о сахарном диабете. И когда идет разговор о том, чтобы довериться в этом вопросе Богу, люди еще утверждают, что у них веру крадут. Поэтому в этой сфере у нас тоже будут разговоры, чтобы наш ум в этой части обновился, что если написано, что ранами Иисуса мы исцелились, и это говорит нам Господин нашей жизни, то если человек не исцелен, то причина точно не в Боге. Причина в нас, и где эта причина, как ее обнаружить, мы тоже об этом будем говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин